Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 Гомель в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Кражи в сфере АПК. Милиционеры выявили новые факты хищения топлива. Ночь в четырехметровой яме с переломанной ногой в Жлубинском районе спасали мужчину, который упал в котлован. По лезвию ножа о наркобизнесе, заманчивых предложениях в сети и реальных историях наркозбытчиков. Репортаж Натальи Игнатенко. Как расследуются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, поговорим с заместителем начальника Гомельского областного управления следственного комитета Алексеем Исаченко. А также оползень в Боливии, опасный двойной обгон на мотоцикле и неудачный угон автомобиля. Видеофакты за неделю в рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за семь минувших дней. В Калинковичском районе произошел пожар на сеноскладе. Огонь охватил металлическое строение в деревне Якимовичи. Зарево наблюдалось издалека. Когда пожарные прибыли на место происшествия, стало ясно – спасти склад не удастся. Огонь полыхал по всей площади. Полностью сгорела шиферная кровля. На деревянной обрешетке уничтожено 20 тонн сена. Жертв нет. Территория сеносклада не охранялась. Сейчас подсчитывается ущерб и устанавливается причина пожара. Кражи в сфере АПК не прекращаются. Милиция практически ежедневно выявляет факты хищения в хозяйствах региона. На этот раз попался механизатор из Наровли. Первоначальная проверка показала, что мужчина действительно причастен к кражу дизельного топлива сельхозтехники. В одном из хозяйств района за ним был закреплен трактор МТЗ. Правоохранители поймали мужчину с поличным, когда он слил 120 литров дизельного топлива. 672 базовые и 95 килограммов рыбы в сетях. Сотрудники Мозорской межрайонной инспекции задержали двух браконьеров на Припяти вблизи деревни Балажевичи. Орудовали мужчины двумя сетями общей длиной 95 метров. Ловили из деревянной самодельной лодки. В сети попали 73 леща и 5 караси. В денежном эквиваленте вред, причиненный окружающей среде, составил более 17 тысяч рублей. Ночь в 4-метровой яме с переломанной ногой. В Жобинском районе мужчина в сумерках возвращался домой и упал в котлован. Помощь пришла лишь утром, вместе с родственниками, которые вышли на поиски. Со спасателями приехали и медики. Мужчине зафиксировали сломанную ногу. Из ямы пострадавшего подняли сотрудники МЧС. В Мозре 22-летний водитель Volkswagen Charan врезался в дерево и сбежал с места происшествия. Авария произошла в половине второго ночи на улице Нелидова. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на полосу встречного движения, затем на обочину и врезался в дерево. С места происшествия виновник ДТП скрылся. Сотрудники милиции задержали его по месту жительства. В результате ДТП пострадали два пассажира Volkswagen. Ситуация с лесными пожарами приутихла, пока за окнами дожди и прохладная погода. Можно сказать, подразделения МЧС Гомельской области, да и всей Беларуси в целом, вздохнули с облегчением. Ведь до этого очаги возгорания наблюдались на площади более 330 гектаров. Горели леса в Наравлянском и Калинковичском районах. Чтобы лучше отслеживать пожары в экосистемах и на загрязненных радионуклидами территориях, спасатели Беларуси и Украины провели совместное учение. Корреспонденты агентства теленовостей наблюдали, как это было. Площадкой наработки опыта стал Полесский радиационно-экологический заповедник в приграничной территории. По легенде, в лесу произошло возгорание. Огонь приблизился к населенному пункту и охватил пять жилых построек. Нескольким жителям потребовалась помощь. Автоматической системой обнаружения пожар зафиксирован. Информация передана в ближайший отдел ПЧС. На спасение людей и ликвидацию пожара прибыли белорусские и украинские спасатели, а также сотрудники заповедника. Всего задействовано пять единиц украинской и семь единиц белорусской спецтехники. Смонтирована система обнаружения ландшафтных пожаров и мониторинга экологической обстановки. Данная система позволяет заблаговеренно в автоматическом режиме обнаружить возникший пожар в радиусе 30 километров и передать на пункт управления. Соответственно, будет своевременное реагирование сил и средств МЧС на тушение данных пожаров. В учениях использовали и новое оборудование – автоматическую систему улавливания пожаров, палаточный лагерь, пожарные рукава и аппараты на сжатом воздухе. Все закуплено в рамках международного проекта, который профинансировал Европейский Союз. У нас протяженность границы около 150 километров проходят по нашей Чернобыльской зоне. Количество пожаров, к сожалению, с каждым годом увеличивается, и бывают случаи, когда необходима оперативная помощь, чтобы локализовать пожар и его последствия. Эффективность командной работы Беларуси и Украины доказана не только в учебных, но и в реальных условиях. Так, недавно при поддержке наших спасателей на территории соседней страны было ликвидировано три очага возгорания. Переход огня на белорусские земли не допущен. Сядут надолго. В прокуратуру Гомельской области передано дело в отношении трех мазырян, которые промышляли незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Личность еще одного фигуранта уголовного дела предстоит установить. Распространители опасного дурмана не мелочились. Они развернули преступную деятельность на территории сразу трех областей Беларуси. Кто эти люди и какое наказание понесут в репортаже Наталья Игнатенко. Следователь по особо важным делам Анна Федотенкова раскладывает те самые свертки с опасным содержимым. В ходе предварительного расследования было проведено более 200 экспертиз. Ассортимент и количество изъятых в ходе расследования закладок впечатляет. Амфетамин, альфа-ПВП, мефедрон, марихуана, гашиш. Закладчики фасовали товар и прятали его в лесных массивах подальше от любопытных глаз. В Светлогорском районе было изъято 127 закладок с психотропными веществами наркотическими средствами. В Жлобинском районе были изъято 97 закладок с психотропными веществами наркотическими средствами. Кроме этого были изъяты наркотические средства и психотропные вещества, которые данные лица не успели разместить в потайные места. Это 65 и 123 свертка. Данной деятельностью обвиняемые занимались на протяжении двух месяцев. Были знакомы между собой, находились в дружеских отношениях. Как правило, закладками занимаются мужчины в возрасте от 16 до 30 лет. Вербуют молодых людей через спам-рассылки, а то и вовсе размещая завуалированные объявления в открытом доступе. Предложения легкого и быстрого, а главное, немалого заработка настолько агрессивны и заманчивы, что могут искусить даже морально устойчивого человека. Владимир попался в ловко расставленные сети так же, как и многие другие исполнители, оправдывая себя тем, что это занятие на один раз. И искал работу в интернете и наткнулся на объявление. Зашел на сайт и начал работать на магазине. Я понимал, что я мог попасть в его. И планировал работать. Где-то еще месяц и все. Ну, как бы было так. Ну, вот так случилось. Готов понести свое наказание, как бы это ни звучало. Но, как сегодня мне сказалось, что если бы мне дали бешеное количество денег, я бы отдала абсолютно все, чтобы оказаться дома. Сроки очень большие, очень большие. Честно говоря, мы никогда с этим не сталкивались. И когда узнали, насколько большие сроки по этой статье, это просто ужасно. Всего за три месяца нынешнего года в Гомельской области зарегистрировано 234 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Колоссальные деньги за незначительную услугу обычно предлагают наркоторговцы наивным исполнителям, которые искренне надеются, что обойдут закон. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Гомельского облсполкома на улице Сосновой в Гомеле задержали двоих гомельчан. Они сделали заказ психотропных веществ в одном из интернет-магазинов, оплатили товар и получили адрес закладки наркотиков. После изъятия психотропов из тайника и их раздела начала спецоперация борцов наркоконтроля по их задержанию. У 37-летней гомельчанки в ходе личного обыска был обнаружен полимерный пакет с кристаллическим веществом. Заминка вышла с 36-летним мужчиной, работающим санитаром медицинской выездной бригады. При нем наркотика не оказалось. Тогда оперативники решили исследовать его желудок. И подозрения подтвердились. Во время проведения эндоскопии специалисты обнаружили пакет с психотропом, который был успешно извлечен. Позже экспертиза показала, что обнаруженные кристаллы в желудке задержанного – не что иное, как особо опасное психотропное вещество альфа-ПВП весом 0,4 грамма. Вообще, синтетические наркотики и психотропы представляют повышенную опасность. Они просты в употреблении и стоят сравнительно недорого, однако имеют большой риск передозировки. В этом году сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облсполкома задержали группу молодых людей, которые систематически занимались распространением альфа-ПВП. По делу проходит 6 человек, из которых 5 несовершеннолетние. Примечательно, что молодые люди сами изъявили желание устроиться в так называемый магазин, прошли соответствующий курс обучения и распространяли особо опасный психотроп на условно-профессиональной основе. Несколько из задержанных в Гомеле уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество, а также угон автомобилей находились под следствием. Работа правоохранительных органов, в частности наркоконтроля, в этом направлении и по этому задержанию не закончена, потому что нашей главной задачей является не только задержание рядовых потребителей или минеров разных уровней, но и уничтожение организованной структуры наркозбытов, то есть тех логистических цепочек, которые привозят товар от большого объема до рядового потребителя. В этом году мы констатируем значительный рост изъятых наркотиков и психотропов по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. В этом году изъято, только милиция изъято, больше 266 килограмм психотропов и наркотиков. Мера наказания за подобные преступления зависит от множества факторов. Однако тем, кто выбирает легкий способ зарабатывания денег, следует помнить, закон не дает послаблений за преступления в сфере незаконного приобретения, хранения, распространения, изготовления наркотических средств. И даже редкий необдуманный поступок может стоить не один проведенный год в местах лишения свободы. Наталья Игнатенко, Александр Харлампов, Андрей Иванов. Специально для программы «Де-факто». Есть мнение, что уголовные дела о фактах распространения наркотиков, как правило, не бывают запутанными. Оперативники наркоконтроля всегда предоставляют Следственный комитет достаточный материал для работы. Есть подозреваемые, есть прямые улики, есть состав. Но не всегда это так. Следователи проводят огромную работу, чтобы собрать доказательную базу и ни в коем случае не обвинить непричастного к наркообороту человека. Ведь сроки наказания, как известно, немалые. Как раз об этом мы сегодня и поговорим с заместителем начальника управления Следственного комитета по Гомельской области, подполковником юстиции Алексеем Исаченко. Алексей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Насколько сегодня является актуальная проблема незаконного оборот наркотиков в Гомельской области? Эта проблема была актуальна на протяжении последних лет. И я считаю, что и в настоящее время она остается достаточно актуальным, потому что количество преступлений хоть, может быть, и снизилось примерно на треть с 14-15, годом, но все равно и 17-18 год достаточно большое количество фактов выявляется. Да, и всплеск в те годы. Да, сейчас чуть меньше, но все равно порядка 800 преступлений ежегодно выявляется, порядка 400 лиц привлекается ежегодно к волну ответственности. В этом квартале уже более 200 фактов выявлено и порядка 90 лиц уже привлечены к волну ответственности, поэтому считаю, что это достаточно большие цифры, которые говорят о том, что проблема продолжает актуальной оставаться и как бы снижать бительность нельзя. Мне кажется, что преступления этой весной, связанные с незаконным оборотом наркотиков, дали о себе знать и очень хорошо, потому что в средствах массовой информации мы часто об этом слышали. Можно ли сказать, что вот в этом году тоже наблюдается какой-то скачок? Я не сказал бы, что скачок, потому что просто, наверное, мы хорошо помним то, что произошло недавно, но и в 2017-2018 году также были преступления, совершенные группами, в которых входили большое количество человек, там 7, 8, 10. Поэтому эта тенденция, в принципе, характерна и в прошлом году, и в этот год не отличается пока. Большое количество молодых людей сегодня вовлекаются в незаконный оборот наркотиков. Мы поинтересовались у гамильчан, что делать, чтобы повлиять на эту проблему и защитить нашу молодежь. Внимание на экран. Лучше следить за проникновением наркотиков в нашу страну через границу? Во-первых, наверное, об уголовной ответственности рассказывают, что то, что ты делаешь или будешь делать, оно несет наказание. То есть уголовная ответственность, тюрьма, мне кажется, это должно повлиять самым большим образом. Ну, наверное, какие-то фильмы показывать, как вообще наркотики влияют на человека. Нам показывали в школе, как просто кожа отслаивалась у людей. Это ужасно было. И сразу тоже на наглядном примере, конечно. Надо гласность какая-то. Люди должны знать об этом, насколько это опасно. Тем более воспитание молодежи прежде всего. Это, во-первых, пропаганда здорового образа жизни. Я считаю, все, чтобы была занятость какая-то. Это университет, учеба, школа. Уже все взрослые сами должны понимать, что это дурь опасная для жизни, я так считаю. Родители должны обязательно следить за их переписками, за их увлечениями. Ну, не знаю, наркотики страшное дело. Ну, я думаю, больше надо клубы открывать спортивные какие-нибудь, чтобы завлекать детей хотя бы, потому что сейчас это сплошь до рядом. Ну, секции больше, чтобы занимались спортом. Ну, надо правильно воспитывать, объяснять детям, что тут надо быть более построже, наверное, с ними, не позволять все. Как будто сейчас все в компьютер и все смотрят. Какое-то ограничение какое-то делать. То есть данная проблема, она не может кем-то не контролироваться. Потому что в основном нормальные люди, которые воспитываются в нормальных семьях, учатся в нормальных школах, самостоятельно придумывать это не могут. И наркопроблема, она идет не от молодых людей, она идет от людей серьезных, скорее всего. Вот такие мнения гомельчан. Можете ли вы согласиться с этим или как-то добавить свое мнение? Я думаю, что если обобщить все вышесказанные все предложения гомельчан, то, в принципе, это будет правильно. Хотел бы, наверное, добавить, что должны мы, на мой взгляд, больше информировать население непосредственно о последствиях и распространения, и употребления наркотиков. Непосредственно знакомить с лицами, которые изобличены, которые находятся в местах лишения свободы. Что они думают сейчас о своих деяниях? Как это повлияло на их судьбы и на судьбы их близких? Знакомить с тем, как непосредственно на здоровье влияет употребление наркотиков? Какие проблемы испытывают люди в состоянии ломки? Какие они невероятные, скажем так, деяния совершают в состоянии наркотиков, после употребления наркотиков? Ну, чтобы люди хотя бы боялись и понимали, что это приедет, это плохо, и это ужасно, на самом деле. Вот мне еще понравилось мнение последнего человека, который сказал, что это не только проблема молодежи, это еще и проблема людей, которые занимаются наркобизнесом, которые создают интернет-ресурсы, которые занимаются поставкой наркотиков в нашу страну. Вот недавно под Минском была закрыта нарколаборатория, которая занималась производством психотропов высокого качества, вернее, там пробовали первую партию изготовить, и на этом же этапе оперативники и накрыли этот процесс. Что может грозить этим людям теперь за данный вид занятий? Ну, непосредственно тем, кто организовал эту нарколабораторию, грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Но я бы так сказал, что, наверное, это не проблема людей, которые этим занимаются, это проблема тем, проблема та, что у нас есть такие люди. Вот то, что они на таком масштабе травят население. Часто мы слышим, что молодые люди, которые занимаются распространением наркотиков, они понимают, что сроки сегодня серьезные, но все равно идут на этот вид преступлений. Как вы считаете, почему это происходит? Ну, я уверен, что они действительно, они знают, какие сроки грозят, потому что уже информация об этом доводится, наверное, из каждого угла. Вот. А идут на такие преступления, потому что, наверное, в молодом возрасте еще не окончательно сформированы какие-то ценностные установки, и нет еще достаточного понимания того, что их рано или поздно, может быть, даже достаточно быстро, как показывает практика, в ряде случаев после первых же закладок изобличают таких людей. Ну, наверное, они рассчитывают очень быстро обогатиться и остаться при этом неуловимыми. И, скорее всего, это люди невысоких нравственных ценностей, потому что обычно, добропорядочных гражданин подумают, что все-таки это зло и не пойдет на этот вид преступления. Несомненно, несомненно. И сказывается то, что значительная часть из распространителей сама является потребителем таких наркотических веществ, психотропов. Поэтому для них, наверное, у них понимание, что распространять не является таким, не храдит такой опасности обществу, как на самом деле не является. В рамках этой темы, которую мы сегодня поднимаем с вами, какую категорию уголовных дел расследуют сегодня в Следственном управлении? Ну, в Следственном управлении областного аппарата, Следственного комитета расследуются наиболее сложные, многоэпизодные уголовные дела, которые в основном связаны с распространением наркотиков с использованием сети интернет, которые действительно очень сложно расследовать, с учетом того, что, к примеру, по последнему делу, которое направлено перед на прокурору для направления суд, три человека за короткий период времени распространили более 650 закладок. То есть, как бы, большая сложность в том, чтобы оперативно отследить все эти закладки, найти их, изъять, осмотреть планшеты, телефоны, ноутбуки, чтобы выйти где-то, попытаться на предыдущие звенья цепочки распространителей. Ну, в этом сегодня активно помогают и наши законопослушные граждане, которые видят таких людей, видят, что люди где-то там в земле что-то кладут, что-то роют и сообщают об этом в милицию. С какими трудностями в ходе расследования сталкивают у следователя? Вот вы говорили о сложностях. Да, но основные трудности, когда работаешь с делами, которые связаны с распространением через интернет, они связаны с тем, что необходимо в очень короткий период времени, после того, как оперативные службы изобличают распространителей, необходимо их задержать соблюдением тактики, методики, необходимо осмотреть, как я сказал, большой объем информации, провести много осмотров, провести все необходимые профессиональные действия с задержанными. Поэтому это действительно очень большой объем работы. Вот в этом основная сложность. Как объясняют мотив своих поступков те, кто распространял наркотики и попался на этом? Ну, основной мотив – это желание заработать. Кто-то жалуется на то, что сложное материальное положение, какие-то жизненные трудности. Поэтому за счет фактически здоровья других людей хотят решить свои проблемы. Но когда вы их спрашиваете, вы знали о сроках наказания, что они отвечают? Знали? Знали. Знали, но все равно шли. Да. Как тогда уберечь молодых людей? Возвращаемся к вопросу нашего соцзапроса. Какое ваше мнение? Ну, для того, чтобы уберечь, надо все-таки, наверное, максимально усилить пропаганду, максимально показывать молодым людям, каким последствиям приводят распространение наркотиков и потребление. В воронку этого вида преступления всегда попадают две стороны. Это и наркопотребители, и наркосбытчики. И всегда страдают родственники этих и других. Что обычно происходит с ними? Расскажите с этими людьми. Родственники, распространители, конечно, переживают. Им сложно поверить о том, что их близкий сам занимался преступной деятельностью. От него пострадали посторонние лица. И мне кажется, часто это шок. Вот мы видели это в сюжете. Конечно, и сложно поверить, что родной человек в ближайшие 5, 10, 15, 20 лет будет находиться в местах лишения свободы. А у потребителей, особенно, которые в итоге пострадали, где-то умерли, погибли, потеряли здоровье, конечно, для них, для родственников сложное переживание, когда близкий человек теряет здоровье. Я думаю, что особенно молодые люди должны об этом задумываться, когда они идут на такие неправильные поступки. Конечно, надо понимать, что ты такими действиями гробишь жизнь и здоровье сторонних людей и ломаешь себе судьбу и своим близким. И даже своим детям. Потому что герой нашего сюжета, да, он как раз-таки стал отцом уже в момент после того, когда его задержали. И не увидел рождения своего ребенка. И теперь этому ребенку тоже судьба немножко все-таки уже подкорректирована, согласитесь со мной. Потому что занимаются соответствующие органы этим вопросом. Конечно, и ребенок вырастет без отца, отец не увидит ребенка. Насколько мне известно, для него это очень большая психологическая травма. Какие сроки лишения свободы сегодня предусмотрены за незаконное распространение наркотиков? И есть ли шанс у молодых наркозбудчиков, которые поступили опрометчиво, может быть горячо, все-таки попасть под амнистию? Те, кто сбывает, скажем, просто сбывает где-то там какую-то небольшую, скажем так, порцию, дозу наркотиков, то, что не связано с распространением, скажем так, имени интернет-магазинов через сеть интернет, там у нас квалификация по участию 2 статьи 328 и наказание от 5 до 8 лет. То, что уже связано со сбытом в более крупных масштабах, особенно сейчас практика пошла по квалификации действий так называемых закладчиков, которые приобретают где-то через интернет-магазин, более крупные партии фасуют их, закладывают, то здесь практика идет по такому пути, что мы квалифицируем их действия по участию 4-й, это деятельность в составе организованной группы, и там сроки лишения свободы от 10 до 20 лет. То есть можно говорить, что те молодые люди, которые мы, скажем так, извлечаем в закладках, получат, может, 15 лет в среднем. В среднем 15 лет? Да. В местах лишения свободы эти 15 лет будут тянуться как 20-30, поэтому надо задуматься о том, что если молодой человек решил заняться закладками, то в ближайшее время может попасться и очень надолго лишиться свободы. Что насчет амнистии? Возможно ли она? И мое мнение, и позиция нашего государства, в том числе главы государства, который недавно, после обращения к белорусскому народу, общаясь с парламентариями, высказал свое убеждение о том, что амнистия в связи с тем, что это особо тяжкие преступления, которые влияют на все государство, на нацию, причиняют большой ущерб белорусскому народу, то амнистия на этих людей распространяться не будет. Алексей Владимирович, я благодарю вас за конструктивный разговор и уверен, что он будет полезен многим нашим телезрителям. Далее в эфире рубрика «Я очевидец», подборка происшествий, необычных событий, попавших в объективы мобильных телефонов, людей и камер видеонаблюдения со всего мира. Житель Детройта смог отбить свою машину у грабителей. Нападение произошло, как только мужчина подошел к своей легковушке и открыл дверь. Один из налетчиков наставил на владельца дорогой машины пистолет, завязалась потасовка, который подключился напарник-разбойника. Грабители сели в машину, но в самый последний момент выронили ключи, а владелец смог их подобрать и заблокировал дверь. В итоге налетчикам ничего не оставалось, как бежать с места преступления. Уж слишком затянулось их ограбление. А это видео – столкновение мотоциклиста и легковушки в городе Кастро, Чили. Пример того, каким может стать результат двойного обгона. Водитель мотоцикла пошел на опережение автомобиля, который уже совершал объезд препятствия по встречной и столкнулся лоб в лоб с малолитражкой. Остался жив, но понадобилась помощь медиков. С прицепа грузовика прямо в пропасть. В Айдахо парашютисты и экстремалы записали видео не для слабонервных. Они спрыгнули с грузовика, который двигался по мосту через каньон. Парашюты раскрылись у всех, но специалисты советуют такого не повторять. В трюки участвовали профессионалы. Американские фермеры показали, что они не только хорошие земледельцы, но и охотники. На этом видео они устроили засаду людям, которые незаконно вываливали на их землю бытовые отходы. Не дождавшись помощи и решения властей, они попросту подкараулили нарушителей и сами с ними разобрались. Досталось и автомобилю незваных гостей. Его фермеры перевернули при помощи трактора. Видимо, чтобы больше не на чем было приезжать и устраивать им свалку. На дорогах Вьетнама далеко не безопасно. Но дело не в отсутствии правил в этой стране, а в том, что их почти никто не соблюдает. Вот и мать этого ребенка дала маху. Во-первых, посадила дочь на мотоцикл. Во-вторых, не удержала ни транспортное средство, ни свою девочку. Случайно дала газу, мотоцикл поехал, а ребенок выпал и ударился об асфальт. К счастью, отделалась ссадинами и испугом. В Боливии огромный оползень разрушил 15 жилых домов. Это видео облетело все СМИ Южной Америки. Люди были вынуждены покинуть свои жилища в одном из районов столицы страны Ла-Паса. Власти организовали временный лагерь для пострадавших. Сообщается, что население было вовремя эвакуировано, никто не пострадал. Но зрелище обрушения домов жуткое сейчас подсчитывается ущерб от разрушения. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания.